Добрый день, друзья! В эфире программа «Бизнес онлайн» в студии. Я, Сергей Иванов. Сегодня мы вновь хотим осветить возможности такого инструмента, как email-маркетинг, который очень востребован в последнее время. А поможет нам в этом наш сегодняшний гость, директор по развитию сервиса СНЦ Глеб Кащеев. Добрый день! Итак, насколько я знаю, когда ты пришел в сервис СНЦ в 2014 году, он назывался по-другому. Назывался он, по-моему, Subscribe Pro. Скажи, пожалуйста, с чем было связано это переименование? Я понимаю, что вы хотели от кого-то отстроиться, отпозиционироваться? Во-первых, отстроиться. Во-вторых, сервис довольно плавно развивался. Вначале это была такая платформа для рассылок, созданная для ряда банков по их заказу, по сути дела. А сервис постепенно развивался-развивался, и постепенно он перешел от платформы для рассылок к такому комплексному решению по email-маркетингу. Поэтому было решено, что, в общем-то, надо найти новое название, во-первых. А во-вторых, да, была несколько цель дистанцироваться от Subscribe, потому что у многих он еще с 90-х годов ассоциируется с несколько другим бизнесом. Ну, тем более, есть компании под названием Subscribe Pro, и желательно, чтобы вас... Ну, да, соответственно, это совершенно два разных бизнеса, которые, тем не менее, оба связаны, так или иначе, с email-ами. Их можно путать, чтобы путанец не происходил, и мы решили дистанцироваться окончательно. Ну, вместе с изменением, с ребрендингом, можно так сказать, наверняка изменился как-то функционал. Ты говорил о том, что были платформы для банков, и что-то изменилось с тех пор. Ну, функционал менялся плавно, это не такое революционное изменение, просто мы поняли, что мы, в общем-то, дошли до того, что можно переименовать сервис, так как он, в общем-то, стал совсем другим постепенно за несколько лет. Да, сейчас это полноценная платформа для email-маркетинга, в общем, даже не платформа для рассылок, которая большую часть услуг оказывает даже в области консалтинга, наверное, даже, а не столько технических доставки писем. Поэтому, да, вот, собственно, это плавные изменения, они копились в течение нескольких лет, сейчас мы поняли, что мы уже находимся на другом уровне. Насколько я знаю, что вы помимо email-рассылок занимаетесь еще и SMS-рассылками? Ну, более того, открою страшную тайну, мы не только эти каналы сейчас активно осваиваем, мы будем использовать вообще мультиканальную доставку, сообщения покупателей. Наша цель даже не совсем email-маркетинга, а просто коммуникации крупных компаний со своими клиентами, любыми путями, которые можно достичь. Это именно персональные коммуникации. Да, какие составляющие? Ну, это может быть, по-моему, как я говорил, email, SMS, это может быть пуш-уведомления в мобильные приложения, это можно сообщения быть в мессенджеры, ну, там, не рекламные сообщения, потому что мессенджеры не допускают, транзакционные, так и все остальные можно, в принципе, реализовать и через мессенджер, ВКонтакте, чат, Фейсбук, все что угодно. То есть, любой способ прокоммуницировать со своим покупателем персонально. Вот как раз это очень интересный момент, и меня он сразу сходу заинтересовал, как в таком случае выглядят стратегии для клиента. Итак, у него есть некая аудитория, которую он хочет, что называется, обложить со всех сторон, чтобы точно клиент не ушел. И у него достаточно бюджет для того, чтобы использовать комплекс инструментов. Как это может выглядеть в реальности? То есть, клиент, что называется, загоняется со всех сторон. Может ли он одновременно получить письмо по электронной почте, SMS-уведомления, сообщения в мессенджере, да еще и в пуш-уведомления? Ну, теоретически, да, практически-то не особо имеет смысла, просто потому что, во-первых, SMS сейчас довольно дорогой канал. И даже банки стремятся от него, в общем-то, немножко уходить, потому что большая тройка операторов почувствовала здесь большие деньги. И да, и цены на SMS, они в последнее время взлетели достаточно сильно. И даже банки сейчас стремятся в большинство своих коммуникаций увести из области SMS-ок в любые другие. К сожалению, они там признают, что они очень мало собирали базу e-mail'ов, и вообще, в принципе, кроме телефона о клиентах практически ничего не знают. Это большая проблема у них сейчас. Но, тем не менее, SMS – это такой последний довод, когда нужно человеку уже достать, и ничто больше не сработало, потому что это очень дорого. Самый лучший отклик дает все-таки e-mail маркетинг, потому что стоит копейки, а вы можете донести до клиента и картинку, и ссылку, и, в общем, довольно масштабное сообщение. Пуш-уведомления – это идет, скорее, как замена SMS, более дешевая, если вы знаете, вы можете коммуницировать с человеком через ваше приложение, через приложение онлайн-банкинга, или через любое приложение какого-то партнера. Да, пуш-уведомления просто дешевле, чем SMS. Последовательная кампания, где на человека воздействует e-mail, SMS, пуш-уведомления, возможно, но, как правило, e-mail, в принципе, если человек его открыл и прочитал, более чем достаточно. Вот если этот канал не сработал, можно задействовать другие. Ну, предположим, я владелец интернет-магазина, можно брать банки, но лучше интернет-магазин возьмем, самый распространенный тип. У меня есть телефонные базы, есть e-mail-базы, предположим, вы можете предложить базу, скажем, приложений, которым пользуется потенциальная аудитория, составлять у них приложения, или, возможно, как говорится, некий социальный граф, где аудитория сидит в ВКонтакте или в Фейсбуке и так далее и тому подобное. В каких случаях, какие задачи, какие инструменты лучше решать? Что вы предложите? Ну, смотри, задачи по какому-то привлечению покупателя до жима, покупателя до завершения его покупки, все-таки канал e-mail здесь самый лучший. Самый лучший. Да, и более того, самый рентабельный. Что касается транзакционных вещей, вот там, где нужно срочно получить информацию от клиента и срочно его проинформировать, а там, да, там можно подключать канал SMS и пуш, уведомления и все остальные, потому что даже если мы говорим о чатах и мессенджерах, они не допускают рекламной информации, только транзакционные сообщения. О том, что там с вашего счета списано 10 рублей или заказ вам сейчас будет доставлен в течение часа, да. А рекламной сообщения нет. Поэтому, если ваша задача повысить себе конверсию каким-то образом, то это только e-mail маркетинг в основном. Если ваша задача проинформировать клиента о каком-то срочном событии, что его курьер стоит по двери и ждет, да, там можно задействовать все каналы, лишь бы вышел. Ну, вот если мы берем основные такие задачи привлечения клиентов, удержания и в случае необходимости возврат, клиента. То есть здесь как распределяется по инструментам? Ну, привлечение клиента – это вообще не очень задача e-mail маркетинга. Это как раз e-mail маркетинг, он вступает после того, как вы клиента привлекли и получили от него разрешение с ним коммуницировать. Это можно получить очень многими легальными способами, причем часть из них в России почему-то не применяется, хотя на Западе очень активно люди их используют. После того, как вы получили контакт с клиентом, вы начинаете с ним как раз задействоваться e-mail маркетинг, вы начинаете с ним коммуницировать, это уже каналы удержания клиента, вовлечения его в цикл продаж. И, собственно говоря, большинство интернет-магазинов сейчас только благодаря этому могут выйти на купами. Потому что привлечение клиента очень дорого. И вот на Keyplus Reef там была, по-моему, статистика, что около 95% российского e-commerce, интернет-магазинов, они убыточны по определению, потому что они тратят на привлечение клиента больше, чем на нем зарабатывают. Мы даже специально, Федор, уверенно вставили этот отрывок в наш репортаж. Чтобы этого не происходило, вам нужно не платить второй раз за клиента. Вы его привлекли один раз, вы вовлекаете его в цикл продаж и постоянно удерживаете, постоянно мотивируете. То есть основная задача именно удержания. Вот это как раз, да, это действие e-mail маркетинга. И он, где-то я видел замечательную таблицу, сравнение ROI всяких, ну, окупаемости различных каналов взаимодействия, рекламы, т.д. Так вот e-mail маркетинг имеет окупаемый в среднем в порядке 4000%, что, в общем, на порядок превышает все каналы привлечения. Ну и конверсия, в общем-то, у него самая высокая, по-моему, насколько я знаю. Да, конверсия высокая. Соответственно, он позволяет сделать магазин окупаемым благодаря тому, что вы клиента не платите второй раз. Вы его возвращаете, продаете ему второй раз, продаете другие продукты и так далее. Хорошо, тогда поговорим о базах. Каким образом формируются ваши базы? Вообще существуют ли такие моменты, когда вам база попадает, мягко говоря, неправомерным путем? Кто-то вам представляет? Ну, естественно, да. Использование неправомерных баз происходит постоянно. То есть попытки его использования. Но есть совершенно стандартный метод, есть e-mail-ловушки. Это специальные адреса, которые стараются максимально распространиться в интернете, и которые 100% при этом не подписывались ни на какие рассылки. Их используют и e-mail.ru, и Яндекс, и так далее. И, в общем-то, мы их в своем анализе тоже используем. А если клиент загружает базу, где есть e-mail этих e-mail-ловушек, то, в принципе, это означает, что база, скорее всего, собрана нелегально. Ну, что-то из нее можно выжать полезную из такой базы? Нет, мы просто ее не будем рассылать. Да, и в первую очередь e-mail – это тот же самый e-mail.ru, ее заблокируют еще и на этапе старта рассылки. Как только сработает одна из ловушек e-mail, рассылка будет заблокирована, а не придет просто никому. Поэтому это, в принципе, бессмысленное дело, и мы его заранее пресекаем, потому что все равно это никакого эффекта не принесет. А что касается легального сбора информации, то, во-первых, конечно, если мы говорим про e-commerce, то это заказы, когда человек оставит свой e-mail для коммуникации. Есть еще более интересный способ, который позволяет собирать базу гораздо быстрее. В e-commerce почему-то используется мало. Это предложение прислать человеку историю его посещения, историю товара, в котором он посмотрел, после того, как он собирается покинуть сайт. Только это ни в коем случае не навязчивое окно, которое мешает закрыть вкладку, а просто поп-ап, который не мешает переключиться, пользоваться на другую вкладку. Но, тем не менее, он дает очень высокую конверсию. Если вы просите, человек заинтересовался одним товаром, вторым товаром, третьим, собирается покинуть ваш сайт, вы ему предлагаете прислать историю посещений, просто чтобы он не забыл, какие товары он смотрел. Как ни странно, там конверсия чуть ли не 30-40% в то, что человек оставляет свой e-mail, разрешает ему с ним коммуницировать. А вот, Глеб, совет для клиентов, для владельцев интернет-магазина, чтобы они понимали, где находится та грани, где e-mail маркетинг превращается в банальное спамерство. Ну, вообще, в принципе, когда люди, к сожалению, сейчас говорят про e-mail маркетинг, они подразумевают массовые рассылки. Я люблю проводить сравнение, что это все равно, как вы в торговом зале, оффлайн-магазине, поставите громкоговоритель, который будет на весь магазин вещать, какие у вас замечательные товары, и уберите из него продавцов, консультантов. Вот, в принципе, это да, сравнимо с e-mail маркетингом в виде массовых рассылок. На самом деле, e-mail маркетинг – это совсем про другое. Это персональная коммуникация именно в то время, когда человеку это наиболее нужно и наиболее важно. То есть человек заинтересовался товаром, ушел с вашего сайта, вы ему присылаете персональное письмо о том, что, извините, тот товар, который вы смотрели, сейчас заканчивается на складе, или у нас на него началась акция. Вот вы интересовались, мы вам, в принципе, или тот товар, который вы искали, у нас не было, сейчас он поступил, и мы первым вам об этом сообщаем, раньше, чем вывесим на сайте, чтобы вы, может быть, успели купить, мы вас очень любим. Вот такие вещи работают как раз лучше, вот это e-mail маркетинг. Человек забыл в корзине товар, оставил, не оплатил, кстати, вот там таких, по-моему, в среднем в Рунете около 60-70% заказов не оплачивается. Вот как раз такие вещи e-mail маркетинг инвертирует очень хорошо в продажу, когда человек догоняется, выясняется, собственно говоря, причин, как правило, вообще всего три, почему человек отказывается от покупки. И все их три можно предусмотреть в письме о забытой корзине, и человек возвращается на сайт и, соответственно, завершает покупку. Вот это e-mail маркетинг. И такие письма, они не отправляются в спам. Более того, есть статистика, что многие люди вообще ждут таких письм, когда он положил что-то в корзину и ушел, он ждет, что ему пришли спецпредложения. Человек ждет от вас письма, то есть он на него спам не отправит. А если вы начинаете спамить по всей своей базе, просто у нас там новый завоз на складе, без учета вообще персональных... Поступила мороженая рыба. Да, поступила мороженая рыба, людям, которые интересовались резиновыми сапогами, да, вот это, в принципе, спам. Его могут потерпеть, он приходит раз в неделю, если вы начнете такое рассылать каждый день, наверное, это, как правило, приводит. Довольно о грустном поговорим об аналитике. На какие данные может рассчитывать ваш клиент, подключенный по базовому тарифу, аналитика по e-mail маркетингу, по e-mail рассылкам, по e-mail рассылкам, по e-mail рассылкам. Ну, в принципе, тогда можно поговорить и о других каналах, какую-то аналитику получает клиент. Ну, про другие каналы, я сразу говорю, говорить рано, потому что, еще раз, это мы в работе. По e-mail, по-моему, это самая полная статистика, что может быть, это и статистика по конкретному письму, количество доставленных, недоставленных открытий, тепловая карта, куда, на какие ссылки кликали больше, какие меньше. С поведения пользователя, вы можете автоматически просегментировать пользователя в зависимости от того, какой товар там, или какая ссылка в письме их заинтересовала. Человек кликнул на красные сапоги. А тепловая карта, это не по сайту, а именно по письму. Именно по письму, да. Именно по письму, но это не просмотр, именно это карта кликов. Вы можете автоматически сегментировать в зависимости от их поведения, есть статистика, сводная по группе рассылок, если у вас регулярно выходит новостное письмо какое-то, вы можете проанализировать, насколько исторически эта рассылка популярна, насколько она конвертируется и так далее. Также у нас есть анализ конверсии, если магазин полностью к нам подключается и доверяет нам либо на статистику Google Analytics, либо размещает наш код на сайте у себя, то мы можем показать прямо у себя же на графике и статистику конверсии из рассылки абсолютно точно. Вплоть до поименной, что Вася Попкин кликнул на эту ссылку и вот Вася Попкин у тебя купил резиновые спаги. Нам еще показался очень интересным ваш тариф «Все включено», которое помимо тарифной сетки существует. Что это такое? Можешь подробнее рассказать? Это такая нагрузка к любому на самом деле тарифу, то есть независимо от того, сколько у вас абонентской базы и сколько вы e-mail рассылаете, мы предоставляем услугу «Все включено», когда мы за клиента осуществляем всю рассылку. Мы верстаем письмо, мы создаем, ну в принципе желательно, конечно, чтобы контент, собственно, тему письма предоставлял сам клиент, потому что он в своем бизнесе знает лучше. Все остальное делаем мы. Мы создаем дизайн письма продающей, придумываем тему письма, которая с максимальной вероятностью будет открыта, у нас очень хорошая статистика на эту тему. Мы верстаем это письмо, определяем какой группе клиентов его послать, осуществляем рассылку, предоставляем аналитику. По сути дела клиент предоставляет нам только некую информацию о том, что рассылать и после этого получает детальный отчет, на что были потрачены, собственно говоря, его деньги и насколько это сказалось на его продажах. А по каким KPI клиент оценивает свои ваши успехи, как построено это все? Если мы говорим о e-commerce, естественно, оценивают в конверсиях, в первую очередь. А где других сегментов, как все остается? Для банковского сектора скорее важнее доставляемость писем и охват аудитории, чем напрямую конверсию, потому что она не так просто меряется. Если вы рекламируете банковские услуги, то конверсию… Вкладчики прибежали. Да, прибежали вкладчики в отделение банка, это никак не отслеживается воздействие онлайн и оффлайн. Соответственно, там важнее скорее охват. То, что письмо доставлено, что оно доставлено вовремя, что оно доставлено именно той группе людей, которые планировали, и его открыло там максимальное количество людей. Ну, а собственно тогда о формировании ценообразования на ваши услуги, как оно строится? Ну, очень просто. Мы тарифицируем, собственно говоря, цену за каждое письмо. Чем больше вы отправляетесь, тем больше вы платите. За другой стороны, там есть скидки в определенных объемах писем, а цена за письмо становится чуть дешевле. Чем больше у вас абонентская база, тем у вас, в принципе, дешевле обходится письмо, но при этом сумма общая возрастает. Есть отдельные услуги, как мы говорили, тариф все включен, он фиксирован не зависит от того, сколько писем вы отправляете. Это услуги за наши, цены за наши работы по верстке, дизайну там и соответственно, работе имел маркетолога. А вот каков средний объем почтовой базы, с которым приходит к вам клиент? Ну, можно сказать, что для e-commerce сейчас средний объем базы это в районе 100 тысяч клиентов. А вы как-то оцениваете эту базу предварительно или берете то, что есть, качество базы? По желанию клиента, на самом деле, мы можем ее оценить и мы можем даже вычленить из них абсолютно невалидные адреса и те, кто, скорее всего, будет добавить вашу рассылку спам и тем, кому, по нашему мнению, рассылать вообще не стоит, потому что никогда никто к нему не успешно не мог ничего достать или клиент письма не читает, ящик заброшен. Эта услуга предоставляется нам, но оказывается по желанию клиента. Если клиент хочет заранее провалидировать свою базу, скажем так, исключить из них мертвых людей, то мы это делаем. А вы как-то помогаете клиенту сегментировать свою базу? Или клиент обычно делает сам? И по каким параметрам, если помогаете? То есть, соцдем, время последнего контакта? Скажем так, с клиентами, которые от 100 тысяч подписчиков и выше, у нас вообще работает персональный email-маркетолог, который оказывает консультацию не только по этому поводу, он позволяет и настроить триггерные письма, которые срабатывают в зависимости от поведения клиента и сегментирует базу клиентов соответствующую образом. Поэтому, да, помогаем и не только этим. Для небольших клиентов это все-таки услуга доступна, но она платная за дополнительные деньги. Если сравнивать email-маркетинг и обычный ретаргетинг, например, какой из инструментов тебе кажется более эффективным и по каким параметрам это можно оценивать? Ну, есть достаточно много исследований западных, и американских, и европейских, о том, что email-маркетинг на данный момент маркетинг инструмент с самой высокой эффективностью. То есть ROI в районе нескольких тысяч процентов, там оценки разные, кто-то говорит 5 тысяч, кто-то говорит 4 тысячи, он не обладает ни одним инструментом, ретаргетинг в том числе. Но, кроме того, ретаргетинг и email-маркетинг, они совершенно разные инструменты. Ретаргетинг все-таки это привлечение человека, когда он еще не стал к вашим клиентам, вашим подписчикам, и, собственно говоря, привлечение человека на сайт. Email-маркетинг вступает после. Поэтому сравнивать их, в общем, не очень корректно, как к кислый с соленым. Но с точки зрения эффективности email-маркетинг сейчас канал номер один. Ну, вот предположим, что у меня сезонный бизнес, и существует, естественно, мертвый сезон и межсезон. Имеет ли смысл поддерживать потребителей в тонусе, готовить их к новому сезону? Или это нецелесообразно? Как в практике сейчас? Да, имеет смысл. Во-первых, потому что стоит это крайне недорого. А напоминать о себе в сезон, когда активизируются все конкуренты, намного дороже будет. Тем более, что для этого придется задействовать и рекламные каналы. И это, в общем, будет обходиться довольно дорого. Кроме того, в принципе, сезонный бизнес, как правило, бывает у турагентств. Горизонт планирования у людей довольно разный. И вы его не можете предсказать. То есть, кто-то покупку холодильника готовит за полгода до того, как идет в магазин. И как раз email-маркетинг позволяет, в принципе, таких людей вылавливать и приводить к вам в качестве клиентов. А вот в сфере финансовых услуг, например, там как раз интервалы между обращениями клиентов достаточно длинные. Страховка обновляется раз в год, кредиты в банке берутся вообще на несколько лет. Вот в чем специфика работы с такими длинными клиентами? Даже более того скажу, у нас есть клиент, который продает кухонную мебель, которая вообще раз в 10 лет меняет. Тем не менее, email-маркетинг в их случае тоже очень эффективный, потому что все равно есть продукты для кросс-продажи. Если вы продали уже один раз человеку, вы, в общем-то, более-менее обладаете информацией о нем, о его вкусах, о ценовой диапазоне, который его интересует, о цвете, о стиле и так далее, в зависимости от того, что вы продаете. И в том числе в банковских продуктах, если вы продали человеку страховку на машину, вы, в общем-то, уже понимаете его кредитоспособность, на какой машине он ездит и так далее. И все эти данные позволяют сегментировать клиентскую базу и выделять из них подходящих клиентов для другой аудитории. Угу. Я здесь всегда люблю рассказывать о чудесном кейсе по поводу правильной сегментации, о том, как Теско в Нермаге и Теско Банк, соответственно, в Германии узнают о беременности жены раньше мужа. Угу. То есть они отслеживают... По покупкам, да? Да, по покупкам. Они отслеживают покупки женщины, как только она меняет состав витаминов, то есть когда она покупает определенные витамины, которые покупает для того, чтобы забеременеть, это фиксируется, как только она меняет резко состав витаминов, скорее всего, она вышла от врача с рецептом. Угу. И она забеременела. И в этот день вечером мужу отправляет совершенно ненавязчиво новый каталог у Нермагов, где товары для детей занимают, и скидки для них занимают большую часть каталога. То есть это именно как раз не прямое стимулирование, а косвенное. То есть переключение на другие товары. Да, перейти на другие товары. Соответственно, это вопрос правильной сегментации. Правильная работа с аудиторией. Как только у вас человек совершил покупку, следующую покупку он может совершить еще очень не скоро, но данные, которые вы имеете о нем, вы можете использовать для продажи других товаров. Даже если вы продаете кухонную мебель, вы можете продавать мебель для ванной, аксессуары для кухни и так далее. Если вы продали человеку страховку, вы можете предложить ему страховку на жилье, страховку на загородный дом, который скорее всего у него есть, если у него машина определенного уровня и так далее. Ну, тем не менее, вот мы когда говорим о длинных клиентах, о сроках разных обращений, даже не обязательно говорить о переключении, хотя возможно тоже моменты играть. Вопрос в следующем. Как правильно вычислить правильную частоту рассылки с разными клиентами? Есть какой-то алгоритм? Нет, наверное, единого алгоритма нет. Здесь есть, наверное, тонны экспертных знаний, но все сильно зависит от области и, наверное, от того, как часто человек, как долго человек принимает решение покупки, как часто он этот товар покупает. Понятно, что если вы продаете товар, который покупается раз в год, спамить каждый день не стоит абсолютно точно, и каждый день, наверное, тоже перебор. Но при этом все известно, что одежные бренды, как Lomoda и все остальные, они чудесно спамят каждый день и, в общем-то, при этом аудиторию это не раздражает. Вот как раз о раздражении. Я понимаю, что раздражение, уровень раздражения зависит от лояльности аудитории. Можно ли вычислить степень лояльности еще на стадии планирования, чтобы избежать раздражения и как раз максимальное внимание аудитории привлечь? Ну, это настолько индивидуально для каждого клиента и для контента, который он собирается рассылать, что, наверное, только экспериментальным путем. Есть замечательный инструмент AB-тестирования, который позволяет опробовать рассылку на маленькую часть аудитории, причем несколько видов рассылки и разослать только тот, который, соответственно, не вызвал раздражения. Который чаще открыли, меньше добавили спам, больше кликнули и так далее. Это абсолютно автоматический инструмент, который позволяет хотя бы так поиграть с уровнем раздражения, с реакцией аудитории. А предсказать заранее абсолютно невозможно. Возможно предсказать логику поведения спам-фильтров, но логику поведения пользователя, что какая информация для него окажется раздражающей и на какую информацию он бурно среагирует, невозможно. А вот какие типы сообщений наоборот наиболее тепло встречаются пользователям? Я понимаю, что объявление скидок беспроигрышный вариант, хотя тоже, наверное, не всегда. Нет, вот именно персональные сообщения, когда человек совершил какое-то действие и получил на это отклик в виде e-mail, на это воспринимается очень позитивно. Ну да, скидка на Ягуар или Майбах, человека, которому в общем-то на Запорожье накопить, наверное, только раздражение вызовет. Это да. Я повторюсь, что массовые рассылки они вообще в принципе раздражают гораздо больше, потому что они очень неконкретны. Если даже вы рассылаете массовую рассылку, есть такой инструмент у нас, как вставка динамического контента. То есть вставляется контент и нужно именно этому человеку. Вы рассылаете массовую рассылку о том, что у вас там новые скидки на ряд товаров, но ряд товаров высылается каждому свой. То есть кто-то получает электронику, кто-то получает бытовую технику, кто-то получает информацию о том, что у вас скидки также есть и на одежду. В зависимости от того, как они у вас в базе просегментированы, как они велись раньше, какими товарами интересовались. То есть вот такие письма вызывают гораздо меньше задрожения, чем пулять по всей аудитории, там все подряд. Триггерные письма, которые высылаются в персональную зависимость от поведения клиента, они открываются в два раза чаще, в два раза реже они помещают спам или игнорируются. Письма о забытой корзине вообще там, в принципе, до 80-90% доходит процент открытий и какой-либо реакции. То есть это письма еще более ожидаемая. Да, но вот эти вот рассылки по событиям, о которых мы говорим, они поддаются автоматизации? Абсолютно. То есть это, как правило, автоматически делается? Это как раз в этом и заслуга email-маркетинга, что все эти процессы автоматизируются раз и навсегда, это прописывается специальные правила в системе, как реагировать нашей платформе, зависимости от поведения пользователя. Он зашел, поинтересовался товаром или там положил его не в автокорзину, не купил, регулярно покупал, вдруг перестал, слишком большая пауза между покупками, любое событие запрограммируется или даже не действие, если он что-то не совершает. Это программируется один раз и сообщение выходит автоматически, это как автоматический торговый представитель, который подходит клиенту на ухо и ему нашептывает, потому что «Вася, вот тут вот есть такая тема». При этом персонал вообще не задействуется в этом, то есть вы настроили один раз, вы подключили свою CRM-систему или каким-то образом выгружаете данные об активности клиента в своей CRM-системе и все, и платформа для email-маркетинга отправляет персональные сообщения с индивидуальным контентом автоматически. — Поговорим еще немножечко, вернемся к перекрестным продажам. Мы видели твой кейс с компанией «Соник», которая, продавая фотоаппараты, в дальнейшем уже предлагала принтеры для печати фотографий. А возможно ли такие ситуации с привлечением, скажем, двух компаний со смежным каким-то ассортиментом? — Да, более того, один небезызвестный банк активно действует, он вычисляет среди своих клиентов покупателей тех или иных крупных магазинов и предлагает этим магазинам совместно такую партнерскую рассылку, от которой по методу CPA, грубо говоря, выиграют оба партнера, один получает деньги за действия, второй получает продажи. Да, это делается, это более того, очень эффективно, но, к сожалению, в России применяется очень мало, потому что это действительно должны быть не конкурирующие области, причем обе компании должны обладать очень большими данными. — О каких трендах и механиках email-маркетинга, вернее, может быть, даже не email-маркетинга, а рассылочного маркетинга я бы так назвал, может быть, я неправильно подобрал термин, можно говорить в ближайшие годы? Что планируете вы? Я уже слышал о пуш-уведомлениях или, скажем, о мессенджерах в социальных сетях и иных. Какие у вас конкретные планы по развитию, можно поговорить в дальнейшем? Поскольку мы понимаем, что за этим явно будущее. — Ну, во-первых, очень актуальная тема — это товарные рекомендации. Есть в России ряд стартапов, которые очень успешно их реализовали, но, во-первых, их не хватает, во-вторых, они не всегда удобны для клиента, потому что они работают по методу, беря процент от продаж, что, в общем, не все, к сожалению, е-коммерс-магазины и е-коммерс-компании могут себе позволить. То есть компания с низким чеком, но с очень частными продажами, в принципе, с ними работать не могут, поэтому одна из наших задач — это найти очень хороший инструмент и предложить его практически бесплатно всем своим клиентам по товарным рекомендациям, по крайней мере, те товарные рекомендации, которые будут вставляться в e-mail. Чтобы клиент получал не просто товары, на которые сейчас есть скидки, а именно те товары, которые нужны ему в данный момент с большой вероятностью. Причем, в принципе, как вариант, мы планируем для этого изучать еще и историю посещения человека в интернете до этого момента и можем теоретически предлагать компаниям расширенную сегментацию их базы на основе тех данных, которых они клиентах не имеют. То есть, если мы знаем, что этот клиент сейчас активно ходит по туристическим сайтам и исследует, ищет поездку в Турцию, при этом это магазин одежды, мы можем подсказать, что вот купальники сейчас лучше предлагать вот этому туристу потенциальному, потому что он скоро уедет. Предлагать каким инструментом опять-таки? С помощью e-mail маркетинга, то есть вставить в рассылку не просто там товары, которые сейчас, может быть, интересно магазину продать, а наиболее вероятно, что этот клиент сейчас купит там товары, которые пригодятся ему в поездке на море. А какие возможности дают вот именно другие инструменты, которых вот невероятно заинтересовало как раз маркетинг через пуш-уведомления и через мессенджера, поскольку, ну скажем, мессенджеры вообще в большей степени исключительно использовались в других сферах. Пуш-уведомления, по-моему, могут быть только привязаны исключительно к тому продукту, который, что называется, изначально, как говорится, и создан, либо это игра, либо это бизнес-приложение. Как вот здесь будет? Ну, с пуш-уведомлениями несколько все сложнее, потому что, в общем-то, партнерское приложение должен найти сам клиент. То есть, поэтому мы, в первую очередь, как раз и пенсионировали, скорее, для банков, потому что банки могут, как правило, иметь свои мобильные приложения тренд-банка, и чтобы не тратить деньги на смс, им выгоднее достать человеку сообщение туда. Если мы говорим про интернет-магазин, то, как правило, ему придется самому искать партнера какое-то мобильное приложение, которое готово его рекламу или его сообщения доставлять. Меня смущает сама механика. То есть, у меня, если мое приложение никак не связано с покупкой и продажей холодильников, то как я могу лояльно реагировать на раздражающие данные? Ну, вы знаете, есть куча приложений, которые на этом зарабатывают деньги, которые по умолчанию бесплатно, но они показывают всяческого рода рекламу. Да, я понимаю, что рекламу они могут показывать, не совсем пуш-оведомления, просто всплывающие. А если я сижу, у меня на планшете дзынкает, купи лыжи, купи лыжи, в общем-то я, конечно, удалю ее. Нет, конечно, этого, конечно, не будет. Когда мы говорим о пуш-оведомлениях, в первую очередь, это часть всего транзакционные. Причем транзакционные, именно это приложение должно быть в хороших отношениях с той компанией, которая хочет послать пуш-оведомления, и его пользователи должны в общем себе это представлять. Поэтому это, конечно, в общем, продукт не для e-commerce, как такового, или для e-commerce может быть в области туризма. Да, то есть если мобильное приложение по поиску авиабилетов, оно может высвечивать, соответственно, пуш-оведомления какие-то в области серии «помните, что у вас рейс там послезавтра, не опоздайте». Что касается классического e-commerce, который не обладает своим мобильным приложением, в общем, это история скорее не для него. Тогда кое-что проясняется, но я думаю, что дальнейшее развитие событий покажет развитие всех этих механик в дальнейшем. Спасибо большое, Глеб, за интересное экспертное мнение. Было очень интересно услышать и про механики, и особенно углубиться немножечко в маркетинг, который нам казался всегда именно в этой сфере достаточно топорным, но оказывается, все далеко не так. Спасибо вам большое. На этом я прощаюсь с вами, уважаемые телезрители. Напоминаю, что в гостях у нас был директор по развитию бизнеса сервиса «Сенсей» Глеб Кощеев. Всего вам доброго, пока.